Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе мы продолжаем говорить о самых важных, самых интересных событиях в мире футбола. И не могу обойти своим вниманием матч, который был показан по российскому телевидению. Это суперкубок Англии, в котором встречались просто заклятые враги. Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Эти два клуба из одного города невероятно всегда конкурируют. Весь город, а я бывал в Манчестере, разделен просто пополам. Это болельщики, которые поддерживают Манчестер Сити и те, кто поддерживает Манчестер Юнайтед. И буквально иногда вот эта линия водораздела проходит по семьям. Я знаю некоторые английские семьи, где часть семьи болеет за Манчестер Сити, а другая за Манчестер Юнайтед. И это очень серьезное такое яблоко раздора. И вот два таких клуба встречались в суперкубке, он по-другому называется в Англии, но по сути дела это суперкубок, где встречаются победитель чемпионата регулярного и победитель кубка Англии. И вот чемпион страны Манчестер Юнайтед встречался с Манчестер Сити, с победителем кубка. Причем на пути к кубку Манчестер Сити обыграл очень обидно Манчестер Юнайтед в полуфинале. Невероятно порадовал этим своих болельщиков. И сейчас конечно болельщики Манчестер Сити, в которые пришли серьезные финансовые возможности, покупаются новые игроки, конечно надеялись на то, что они смогут обыграть своих заклятых врагов. И по первому тайму действительно Манчестер Сити показал очень хорошую игру, выигрывал на протяжении долгого времени со счетом 2-0. Но вот тут опять сказался невероятно просто гений, конечно, сэра Алекса Фергюсона, который в перерыве этого матча, который так неудачно складывался до его команды, сделал просто на первый взгляд самоубийственную вещь. Проигрывая 2-0, он снял с игры двух центральных защитников, самых опытных, самых таких, ну что ли, столпов, вокруг которых строится вся оборона. Ушли с поля в том числе и капитан, внимание, Видич, и вышли абсолютно молодые ребята, которые не совсем недавно появились в клубе. И вдруг неожиданно вот эти тактические замены, перестроения привели к тому, что Манчестер Юнайтед просто раздавил Манчестер Сити во втором тайме, просто катком прошелся, в итоге победив со счетом 3-2. Все-таки значение и величие личности в истории, в том числе и в футбольной, оно велико. И сэр Алекс Фергюсон показал, что те 25 лет, что он находится на мостике главного тренера этого суперклуба, суперклуба не только английского футбола, но и европейского, и мирового, что он продолжает оставаться в тонусе, он знает, что он делает, он строит в очередной раз новую команду. Посмотрите, как умело, как здорово он вводит новых игроков, как работает селекционная группа Манчестер Юнайтед, какие ребята молодые и талантливые появляются в этом клубе на поле Манчестер Юнайтед, и как рачительно, и как очень аккуратно Фергюсон с этим человеческим материалом обходится. Очень редко бывают у него промехи в этом плане. Очень здорово он работает с молодыми футболистами, с футболистами, которые приходят в клуб, которые выращивает сам клуб. Это, конечно, заслуживает не только уважения, но и внимательного изучения, на мой взгляд. Вот такое долголетие невероятное. Победа Манчестер Юнайтед над Манчестер Сити. Этот матч, кстати, смотрели во многих уголках планеты, те, кто любят футбол. И, конечно, в этом чемпионате и Англии, и в Лиге чемпионов, которые будет играть Манчестер Юнайтед, очень интересно будет следить за тем, как Фергюсон работает с теми молодыми ребятами, которые, безусловно, талантливые появились в клубе. Это будет одной из, мне кажется, интриг вот этого чемпионата Англии. То, как себя они проявят. И насколько первый вот такой очень удачный старт станет площадкой для дальнейшего развития этих футболистов. Ну, а Ман Юнайтед остается одним из лучших, сильнейших клубов Европы. И, наверное, в Лиге чемпионов больше всего, чего ожидает сэр Алекс Фергюсон, это очередной встречи с Барселоной. Посмотрим, будет ли эта встреча и как она завершится для этого, безусловно, гениального шотландского тренера. Это был Гия Саралидзе. Это был Вестник Кавказа. Каждую неделю мы говорим о самых главных, самых интересных событиях в мире футбола.